здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика наконец-то пришли ниточки с алиэкспрессом будем вязать мы с вами бактус платок который у нас в хит параде под номером 3 наконец-то я вам долго его обещала связать вот наконец-то дождалась ниток и я их уже ждала долго очень шли два моточка написано кашемир красного цвета метраж не написан вот непонятно у них вообще не понятно написано 50 граммов сколько метров непонятно судя по мотку много метров вот у меня два моточка посмотрим что у нас из этого получится ниточка тонюсенькая совсем буду вязать а вы посмотрите на результат и решите ссылочку на нитки я оставлю на всякий случай там очень много цветов любой цвет какой вам будет нужен доставка очень долгая это сразу говорю не буду расписывать какие они классные нифига не классные непонятно сколько метров непонятно состав не написан вот написано кашемир посмотрим девчонки вяжем я вам расскажу как как это вяжется покажу сколько получится какого размера получится этот платочек из двух моточков остальное вы решите сами значит платочек мы уже вязали такой бактусик большой толстый я все равно покажу как это вязать набираем 3 петелечки сам принцип покажу сначала мы свяжем платочек а потом мы будем обвязывать его крючком набираем 3 петли вяжем лицевыми петлями спицы у меня троечка приспособиться надо начинаем в как начале каждого ряда мы вот так вот захватываем и делаем воздушную петлю для расширения нашего как бы платка и все вяжем лицевыми петлями вязать буду свободненько чтобы он получился воздушный опять в начале каждого ряда мы делаем вот такой вот захватик как бы воздушную петлю и вяжем лицевыми петелечками ой неудобно мне так вот под камерой вязать девчонки ну хотя бы вам показать принцип последний изнаночной провязываем эту нашу воздушную петлю опять поворачиваем делаем следующую воздушную петлю и вот так вот он у нас будет расширяться вот смотрите вот таким вот образом она у нас расширяется с каждым рядом и вяжем до нужного нам размера или пока не закончится нитки как в моем случае хотя вы знаете посмотрим выглядит пока пока мне нравится как она выглядит на ощупь визуально посмотрим что из этих ниточек получится ни в коем случае это не реклама это просто мой опыт опять же вам говорю заказала долго ждала не поняла что за нитки как бы ни состава ни метража ничего не написано так что судите девчонки сами вот связала я девчонки смотрите сколько у меня получилось из этих двух мотков какой большой платок видите сторона вот эта сторона короткая сто десять сантиметров и вот такие моточки у меня остались такие клубочки сейчас мы будем делать крючком нашу дурчик вот где мы вот здесь вот я закрывала петли очень слабенько чтобы было как бы чтобы потом было его можно разложить намочить разложить чтобы вам было видно сейчас мы будем его обвязывать так узор у нас значит начнем с угла делаем 3 воздушные петли и вот из этого угла вывязываю 7 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 7 теперь 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и столбик без накида вот сейчас мы как то тут примерно нужно определить чтобы оно было как бы соответствовало этому всему наверное ближе девчонки не могу сказать сейчас подождите я попробую 1 2 3 4 4 ряда вот если посчитать по этим рядам это в четвертом ряду я замкнула это все дело теперь 5 воздушных петель теперь здесь 1 2 3 4 по сути отсюда надо вывязать вы смотрите потом сами в четвертом ли это ряду будет у вас может вы тоже будете вязать может слабее просто смотрите чтобы оно как бы было гладенько здесь 7 воздушных петель опять вяжем 5 воздушных петель столбик без накида 5 воздушных петель и столбик без накида 5 воздушных петель 7 петель 7 столбиков с накидом и снова 5 воздушных петель вот у меня получается что в четвертом ряду а вы там посмотрите чтобы оно как то соответственно было гладенько вот так вот и так продолжаем до угла смотрите наш уголочек вот провязала я всю 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 эту сторону короткую таким образом уголочек 5 воздушных петель у меня здесь есть замыкаю столбик без накида провязываем 3 4 5 и угловую как бы из этих трех петель из которых мы начинали здесь я вывязываю эти 7 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 5 6 7 видите все и поворачиваемся и вяжем следующую сторону обвязываем эту ниточку я затяну должна сказать что я не считаю уже четыре ряда я просто смотрю девчонки вот смотрите чтобы оно так нормально ложилось что даже если я разложу это все дело после стирки чтобы оно у меня приняло какую-то соответствующую форму вот все я поворачиваюсь вяжу до угла таким же образом то есть тем же узором так дошли мы до угла девчонки вот здесь вот очень плохо видно на фотографии я попытаюсь как-то его повернуть тут нужно как-то чтобы оно разложилось значит сделаем вот здесь вот эти 7 петель так уголок я смотрю то что я увидела мы прям так здесь на как бы сжатом состоянии то есть видите как совсем чуть-чуть у меня здесь и в уголке я делаю еще один как бы этот цветочек из 7 петель потом получился вот красивый угол и теперь поехали эту длинную сторону нашу вяжем тут тоже как бы чуть поближе а потом уже будем делать нормально как мы делали немножечко как бы сжать вот здесь вот в этом месте чтобы потом этот цветок у нас развернулся вот так вот красиво был так чтобы она гладко было ничего не сжимаем вот здесь вот как бы мы вдавили сюда ахаха всунули как бы этот цветок на угол а дальше вяжем так еще одну воздушную петлю следующий столбик с накидом следующий столбик с накидом возвращаемся возвращаемся замыкаем столбик воздушная петля следующий все 7 мы так делаем чтобы у нас получился этот то ли цветочек то ли ракушечка вот видите она получается так раз два три возвращаемся замыкаем столбик без накида воздушная петля девчонки если не понятно вы пишите в комментариях я просто знаете что сделаю я сниму отдельное видео если вы вам совсем уж не понятно будет потому что я тут смотрю в экран знаете это одна вещь но так как оно будет видео это совсем другая вещь поэтому говорю если не понятно я сниму отдельно на толстых спицах ой на толстых нитках и толстым крючком чтобы вам было понятнее виднее и понятнее сам узор тут всего два ряда так что видео будет пять минут всего лишь ничего сложного для меня не составит труда снять по новой это как бы саму кромку эту отдельно не стесняемся девчонки пишем вдруг непонятно сниму не вопрос так вот видите какое оно получается так посмотрим у меня тут компьютер стоит с открытой этой фотографии в последнюю мы тоже делаем это пике пике по моему называется вот и теперь там где у нас вот смотрите были вот эти по пять воздушных петель снова мы вяжем два три четыре пять и в тот предыдущий столбик столб опять еще один столбик без накида раз два три четыре пять и продолжаем опять снова вот эти семь столбиков без накида только делаем это пике из трех петель я надеюсь что я правильно называю и между ними еще воздушная петля чтобы она расцвел этот цветочек ракушка по кругу таким вот образом мы обвязываем весь наш платок вот такими вот ракушечками так девчонки у меня свадьба в малиновке или власть меняется по другому вот я эти два связала два следующие связала немного иначе и мне нравится больше поэтому показываю вам второй вариант вот здесь вот где две две вот этих два сектора по пять воздушных петель делаем три воздушные петли оно потом лучше ложится замыкаем его сюда вот чтобы оно у нас все красиво здесь было три воздушные петли и вяжем эту ракушечку столбик без накида пике как мы и делали но только между ними не делаем воздушную петлю оно красивше получается два вот не делаем воздушную петлю чтобы оно лучше у нас красивее легло только делаем это пике и вяжем вот таким вот образом вот видите оно как бы получается здесь вот все красиво ложится а здесь оно не понравилось мне здесь поэтому решила делать вот так вот и тут у меня красивее на мой взгляд ну тут вы уже знаете оба варианта ваше право сделать как хотите вы я вам показала и так и так я буду делать второй вариант без воздушных петель видите между этим вот такое более свернутая ракушка получается почему это вот разложила я свой платок мокрый сушится все хорошенечко разровняла вот нитки хотела вам показать вот это все что у меня осталось пусть теперь он высохнет и покажу вам поближе что хочу сказать два матка отлично хватает я думаю больше и не нужно единственное что вот смотрите не стягивайте вот эту кромочку так как я у меня вот получилось как бы я бы лучше чтобы как сказать лучше конечно чтобы эти цветы не были так на себе налеплены чуть пореже чтобы они выглядели так что то что я говорила в начале что цепляем за каждый четвертый ряд скорее всего за каждый шестой тогда оно будет более такое ну как бы ровное это кромочка так ну пусть он высохнет потом покажу по мере какое в итоге получился какой величины высохнул бактус девчонки вот он такой прозрачный такой нежный как раз два матка не так у меня ушло и размер сейчас я вам покажу эти ракушечки вот они видите какие точно такие как на той фотографии так что я с уверенностью могу сказать что я их повторила вот они размер у меня получился еще это я вам показалась изнаночной стороны сейчас показываю с лицевой размер получился 120 короткая сторона 170 длинная что хочу сказать нежный мягкий очень такой воздушный но если связать в три нитки будет меньше но такой более такой плотный вот я вам скажу что вот это как раз на шею завернуть я думаю как раз оно самое оно или кинуть на плечики тоже вот так вот девчонки такое у меня получил вот он с узорчиком мы разобрались с вами была Вика из школы рукодель и всем пока 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 он и он и и и и